Продолжение следует... Продолжение следует... Пару слов скажу в начале по поводу наших вебинаров. Коллеги, если вы откроете наш чат в самом начале, то увидите... Так, уже не увидите, потому что у нас очень много написано. Сейчас я повторю эту информацию. Одну минуточку. Продолжение следует... Несколько полезных ссылок. Первая ссылка – это тот вопрос, который постоянно возникает и его задают в чате. Это по поводу программы наших вебинаров, расписания наших вебинаров. Вот первая ссылка – это расписание наших вебинаров. Вторая ссылка – это расписание, которое действует до конца июня месяца, то есть на все первые полугодия 2017 года. В этом же расписании, если отмотать его назад, можно посмотреть и записи вебинаров. Записи всех наших вебинаров хранятся на нашем видеопортале в YouTube. Вторая ссылочка – она как раз ведет на наш видеопортал, и там вы можете познакомиться со всеми записями. Сегодня запись тоже ведется, и если позволят наши сегодняшние спикеры, она будет размещена тоже на YouTube. Если нет, тогда в частном порядке мы ее передадим тем, кто попросит у наших спикеров. Коллеги, я хотел бы объявить еще следующий наш вебинар. Следующий наш вебинар состоится 14-го числа. Будет его ввести Константин Костюк, руководитель компании Директ Медиа, и будет называться вебинар вот так. Интернет как болезнь культуры, анамнез и диагноз. Итак, приглашаю вас всех регистрироваться на этом вебинаре. Да, еще краткое ведение для тех, кто еще ни разу не был на наших вебинарах. Все участники вебинара получат бесплатный сертификат, электронный сертификат цветной с фоксимильной подписью и печатью. Вам в течение нескольких дней придет на ваш электронный адрес, под которым вы зарегистрировались, письмо со ссылкой. По этой ссылке надо будет перейти на наш портал, зарегистрироваться там или войти под своим логином и паролем и получить ссылку на скачку сертификата. Отвечаю на вопросы многочисленные, почему так трудно зайти на вебинар. Ну, у нас сегодня не то чтобы совсем неожиданный, но предполагаемый, скажем так, предполагаемый аншлаг. Число людей, которые хотят попасть на наш вебинар, гораздо больше, чем объем нашей комнаты. Объем нашей комнаты 100 человек, поэтому кто зашел, старайтесь не выходить, можно потом снова не попасть. Я надеюсь, что мы решим этот вопрос двояко. Либо мы, те, кто не смог, посмотрят запись. Либо, если к этой теме проявлен такой большой интерес, мы через некоторое время каким-то образом ее повторим и будем этой теме уделять повышенное внимание. Я объявлю сейчас первого нашего спикера. Сейчас выступит Константин Николаевич Костюк. Он сделает небольшое введение в тему, а основные наши спикеры выступят после него. Это Александр Иванович Племник, который, насколько я знаю, собирается делать коллективное выступление. Но об этом, я думаю, он сам объявит. А сейчас я передаю слово Константину Николаевичу Костюку для того, чтобы сделать введение в нашу сегодняшнюю тему. Спасибо за внимание. Я остаюсь в чате и постараюсь отвечать на все ваши вопросы. Добрый день, уважаемые коллеги и друзья. Рад вас приветствовать в нашем учебно-методическом центре. И, к сожалению, извиняюсь за то, что вот тот аншлаг, который мы переживаем, не позволяет всех включить в нашу вебинарную комнату. Но, как сказал Павел Юрьевич, думаю, выходы из этого мы найдем. Ну, а тема сегодня очень интересная и она в русле тех поисков, которые мы ведем в нашей серии инноваций в электронно-библиотечных системах. Те, кто увидел название изобретатуры индексов, сразу понял, о чем идет речь. Фидурус, Абис, ДАИ. И речь идет, конечно, о широкой деятельности нашего известного консорциумного Арбиком и о различных его проектах. Но не все аббревиатуры входят в поле деятельности Арбикона. И вот первое, которое называется БС, это нечто отдельное и нечто новое. Но и мы в наших вебинарах, вы заметили, обсуждаем партнерские интеграционные проекты, в первую очередь с точки зрения ЭБС. Как ЭБС встраивается в эти интеграционные профили, что с точки зрения ЭБС интересно, важно у наших партнеров, у кого это лучше получается, глубже, интереснее и так далее. И вот мы давно уже в таком близком партнерстве и с Арбиконом, и с питерским политехом. И постепенно складываются какие-то совместные проекты и действия, которые привели, я бы не побоялся этого сказать, к одной из самых интересных и удачных интеграционных схем. По сути дела, вот так вот на походе сложилась довольно такая многообразная, многоплавная интеграционная среда, где ЭБС становится достойным членом. И вот те вещи, которые Арбикон включил сюда, они действительно уникальны и недоступны никаких других проектах. Собственно, это и побудило нас представить этот опыт, обсудить его, может быть найти еще интересное развитие. Ну и вкратце, что вот нам особенно интересно в этом профиле всей деятельности Арбикона, которая, разумеется, не полностью включена в наш разговор. Скажем, контентные проекты, такие как Марс, это скорее всего аналоги того, что делаем мы. А вот именно интеграционные проекты типа Федуруса, интеграция АБИС и ЭБС, вот это действительно интересно нам и будет интересно как новый опыт вам. Ну, я бы в первую очередь из вот этого набора аббревиатур выбрал Федурус. Вы, наверное, кто с нами давно работает в курсе, что мы одни из первых, которые включились в эту систему. И я бы хотел отметить, мы с вами уже провели несколько вебинаров, посвященных единому окну доступа. Это тема популярная сегодня, много разработчиков в нее включается. Но вот Федурус одно из первых и в то же время самых глубоких решений, на наш взгляд, которые идут далеко за пределы того, что позволяют другие наши партнеры по единому окну доступа, по Discovery и другим вещам. Это интеграция на уровне личных кабинетов. И я уверен, что после того, как волна открытых этих единого окна доступа, она как бы завершится, все представят свои продукты. Сразу обнаружится, что вот кроме того, что есть поиск по этим разным ресурсам, собственно, на этом все и заканчивается. А дальше должна начинаться удобная интеграция, когда не просто можно книгу найти, но и перейти, оставить в ней информацию, статистику, то есть на уровне личного кабинета полностью позволять хождение туда и обратно с отслеживанием следов вот этого использования разных ресурсов. Вот этого нет нигде и есть только у Федуруса. Вот поэтому, хотя я понимаю, что это решение не дешевое, это не как у других просто открытые пользующиеся, довольно технологически сложное, но именно потому, что оно продвинутое, оно технологически, на мой взгляд, на целую ступеньку или несколько качества и уровня выше всех остальных решений, которые сегодня существуют на нашем информационно-библиотечном, интеграционном рынке. Так бы я сказал. Ну а остальные вещи, в общем-то, мы во многом повторяем, но тоже идем своими вариантами. Вот в частности, есть здесь и Discovery, мы работаем с Русланом, и это происходит, ну само собой, удобными технологическими, технологически такими проверенными решениями. Вот в наших планах не только позволить удобный, простой обмен маркзаписями, как вот с другими Discovery системами, но и добиться синхронизации контента, чтобы Abyss видела, когда уходит контент, когда приходит, удобную работу с книгообеспеченностью в Abyss, книгообеспеченности, которым поставляем мы ЭБС и так далее. Ну и особая в этом ряду аббревиатура, ДОИ, это действительно очень важная вещь сегодня при том росте научного контента, способ идентификации научного контента, который, как мне кажется, должен стать обязательным требованием. Мы одно из первых ЭБС, которые включили этот сервис и присваиваем вот эти идентификационные номера. Ну, хочу напомнить и дальше пригласить, напомнить о нашем конкурсе на лучшую студенческую выпускную работу. К каждой работе, которая участвует в конкурсе, студенческой работе, мы присваиваем ДОИ, даем как бы начало научной карьере студентам. Ну и обращу внимание, мы сотрудничаем по ДОИ именно с Санкт-Петербургским политехническим университетом, потому что это та ветвь в этой системе, которая именно работает с университетами. И, на наш взгляд, очень удобно. Ну что ж, я рассказал вкратце, что нам интересно в первую очередь вот в этой системе Арбикона. Коллеги сейчас расскажут, как они над этим работают и что представляют вот эти индекретационные решения. Ну, а в заключение замечу, мы давно очень плодотворно работаем с Арбиконом, с Александром Ивановичем Племником. Стараемся не пропускать конференции ежегодные, которые проходят в Санкт-Петербурге. Ну и наше партнерство плавно переходит в следующую фазу. Мы хотим уже открыть процесс членства в Арбикон и надеюсь, что это у нас получится. И то, что вот вы видите, как плоды нашей совместной работы, это будет действительно то, что делаем мы с обоих сторон. Ну, а сейчас передаю слово Александру Ивановичу и надеюсь, что вам будет интересно познакомиться со всеми этими вещами и аббревиатурами. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу сказать спасибо Константину. Он произнес значительную часть моего выступления, за что я ему очень благодарен. И я постараюсь быть кратким. Ну вот на тему, что дорогое решение Федорус, мы все-таки ударение на последнем слове делаем. Я думаю, что мы этот вопрос затронем в конце нашей встречи. Оно, конечно, не очень дорогое. И это решение универсальное, которое позволяет сэкономить при создании интегральной среды. Потому что решение универсальное и вы можете использовать его без изменения системы в любой среде при работе с любыми программами. Но это частый случай. А пока в части вступления я хотел бы рассказать следующее. А как вам презентацию вопроса? Безусловно, сегодня мы позиционируем наш первый вебинар. Это действительно первый опыт, когда Арбекон вместе со своими партнерами проводит вот такой актуальный семинар в онлайне. Я надеюсь. Ага. А вот. И он посвящен примеру. То есть мы бы хотели показать пример синергетики, которая возникает. При взаимодействии как поставщиков контента, так и пользователей. Взаимной выгоде. Чем это вызвано? Вызвано тем, что все-таки библиотеки сильно изменились. Безусловно, они стали выполнять новую роль. Много новых сервисов появилось. Эти сервисы довольно высокотехнологичны. То есть мы входим в такую сферу довольно серьезного IT. И уже самостоятельно решить задачи на уровне библиотеки, университета практически невозможно. Требуется взаимодействие очень многих компонентов системы. Здесь и, собственно, продавцы контента, покупатели, а также те среды, например, музы, в которых работают вот эти библиотеки, которые покупают, дают доступ к этому контенту. И в данном случае мы можем контактировать, сегодня констатировать очень удачный пример взаимодействия крупного и очень крупного продавца в виде университетской библиотеки онлайн ИБС, в которой поставляется директ-медиа. Также очень крупного покупателя, это Петербургский политехнический университет Петра Великого, который обладает достаточно крупной библиотекой, достаточно развитой в IT-плане, имеющей собственные репозитарии, довольно продвинутые, очень многие автоматизированные службы. А также наличие последнего в виде Арбикона, который предлагает высокотехнологические решения как для одной страны, так и для другой страны, для продавцов и покупателей. И это позволяет всем выиграть в эффективности построенной системы, а в конечном результате дать преимущество пользователям, читателям, которые работают в сложных интегрированных средах. Как Константин справедливо отметил, это уже не одиноко стоящее решение должно быть, мы должны воспринимать систему как комплексную, где существует очень много различных типов ресурсов, различного выполнения, которые располагаются в различных точках и у себя, и вовне, и свободно распространяемые, коммерческие, которые требуют соблюдения всяких там ограничений. И вот на экране стоит заставочка презентации, которую я буквально меньше недели назад делал на конференции ведущих кузов России. Это был мой подарок, это Петербург, сейчас эти озера уже почти расставили, но такие они были неделю назад. И я вам покажу только начало этой презентации, один буквально слайд, дабы мои коллеги уже подробно могли остановиться на этих и других вопросах. Вот здесь перечислены те позиции, без которых современная библиотека, без осуществления которых, ну, существовать уже не может. Здесь мы отмечаем, что мы не можем уже работать без единого окна доступа к любой совокупности ресурсов. Мы уже не можем работать без наличия системы сквозной авторизации по единому паролю с мобильных устройств, так называемому принципу синдром саймором. Еще это называется бесширная авторизация. Это та вещь, без которой мы не можем уже работать. И, конечно, мы хотим, чтобы решения в столь сложной технологической области были универсальны, были обогрены международным сообществом, чтобы нам не приходилось, нам, библиотекам, каждый раз настраивать свои довольно сложные информационные системы на информационные системы наших продавцов. И в этом плане, конечно, мы отдаем предпочтение тем коллегам, которые идут навстречу сообществу покупателей и подстраиваются под наши пожелания, и в результате мы получаем взаимную выгоду. И финансовую выгоду, и политическую выгоду, и много-много всего прочего. И в данном случае, конечно, тот опыт бесценный, который мы получили при взаимодействии с университетской библиотекой онлайн, он достоин того, чтобы о нем буквально сегодня в течение часа рассказать. И я сейчас, наверное, уже покинул это, да, я сейчас дочитал еще этот слайд. Значит, третьим направлением, которое, безусловно, начинает заниматься университетской библиотеки, довольно высокотехнологично мы считаем, направление Data Curation, то есть это обслуживание научными данными, учебного процесса и научного процесса, а также это цифровая идентификация объектов, о которой уже говорил Константин, вот на основе идентификаторов цифровых объектов, DOI или DOI, как правильно говорят, что, безусловно, является полезным и необходимым условием для продвижения, в первую очередь, ресурсов собственной генерации, которые порождаются вокруг библиотек, в частности, в университетах, и вот использование этой технологии существенно влияет на открытость результатов научных исследований. Ну, я уже, наверное, влезаю на чужую территорию, да, но в любом случае, вот это то, без чего сейчас уже, ну, бессмысленно рассматривать современную, ну, в первую очередь, университетскую библиотеку, и в этом плане университетская книга онлайн тоже стала пионером у нас в стране, она сейчас осуществила подписку и выдачу DOI по версии дата-сайта, об этом мои коллеги расскажут подробнее, чем это отличается от других DOI, и уже сейчас идет идентификация объектов, которые попадают в репозитарии этой РБС, все в общей радости. Ну, и последний пункт, без чего современная библиотека может находиться, это без курирования, в виде случаев создания собственных институциональных репозитаров. Физически они могут находиться в разных подразделениях, но все-таки формирование, описание ресурсов там и прочие процедуры, связанные с введением, пополнением этих репозитариев, они возлагаются на библиотечную структуру. Ну, если коротко, я определил некоторые направления сегодняшней нашей встречи, и я буду присутствовать на протяжении всей конференции здесь, в этом зале. Единственное, что я хотел сказать перед уходом с этого места докладчика, это то, что более подробно мы будем рассматривать эти и другие вопросы на конференции Arbicon, которая в этом году пройдет с 24-го числа здесь, в Санкт-Петербурге. И мы приглашаем и всех контент-провайдеров для серьезной беседы, демонстрации реальной работающей системы, а также наших коллег, библиотекарей, и не только представителей университетов, IT-структур университетов, потому что это те вопросы, которые мы рассматриваем, вот эти корпоративные проблемы, интеграционные проблемы в организациях, либо в объединенных организациях, в одиночку уже никто не может решить, ни библиотеки, ни этих структур, ни тем более посредники, хоть они обещают, что за наши деньги мы вам сделаем все, но без усилий со стороны нас с вами, ну, ничего точно не произойдет, чудес не бывает. Вот, я сейчас вот хочу представить моих коллег, которые здесь находятся, Наталью Викторовну Соколову, которая будет выступать первой, ну, многие ее знают, это заместитель директора информационного библиотечного комбинца и технического университета, известный технолог, имеющий отношение к разработке очень большого количества IT-проектов, не только здесь в университете, но и в стране. Вот, и Рустам Тимурович Усмаров, Рустам является членом рабочей группы, аналитической группы, как мы называем, проекта Федерус, и также отвечает за IT-направление в Робиконе, Ну, это наш вот такой техничкий человек, который будет готов. Ставьте в Российской федерации дата-сайта. Да, ну, Наталья Викторовна подсказывает, что, так как мы затрагиваем вопрос DIY по версии дата-сайта, вот Рустам Тимурович представляет Россию в рабочей группе дата-сайта. Вот он только что вернулся из Испании, где от страны голосовал за решения, в частности, технологические аспекты, которые были приняты международным сообществом. То есть голос России был услышан, и это тот человек, который может ответить на... Серьезный технический вопрос. Значит, последнее, что я хочу сказать, дабы не забыть, что, наверное, многие в курсе, а может, и не в курсе. Сейчас Федерус активно очень развивается. Туда входят коммерческие организации, а также подписчики на ресурсы. Создана вот такая группа, куда Рустам входит, которая возглавляется руководителем проекта Андреем Соколовым, который был довольно известный специалист, заместитель директора научной библиотеки Санкт-Петербургского университета классического. И Андрей сформировал рабочую группу, куда входят 8, а в скором будущем мы объемы 9 университета, крупнейший университет из страны. По памяти я перечислю, если что, забуду, извините. Это Большой университет Санкт-Петербург, Питерский политет, Казанский федеральный, Томский политехнический университет, Уральский федеральный университет, Тюменский государственный университет и Пермский государственный университет. Вот такая группа у нас у нас. Все, коллеги, я с неохотой оставляю это место и передаю уже в виде мнюшки Наталье Викторовне Соколову. Прошу. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, осталось у нас буквально минут 20, чтобы теперь разобраться в деталях, «Как не заблудиться в тех терминах, которые сегодня уже неоднократно были озвучены». Презентация будет построена следующим образом. Немного остановившись на общих вопросах и определениях, всем нам, в общем-то, известным, мы посмотрим, где в этом пространстве библиотеки могут найти свое место. И не только посмотрим в общих чертах, но и на примере одной из организаторов Санкт-Петербургского политехнического университета. На этом слайде все понятия представлены вместе с такой приблизительной временной шкалой. Когда что появлялось? Первый появился Абис. В тот момент, когда библиотеки начали внедрять информационные технологии, со временем стали выходить в цифровое пространство. С 2000-х стали создаваться электронные библиотеки, в дальнейшем переименованные, и всю эту историю прекрасно помнят, в электронные библиотечные системы. В начале 2000-х и совсем не в библиотечном сообществе стали появляться цифровые идентификаторы объектов. И, следуя уже требованиям сегодняшнего дня, к бесшумной авторизации, партнерство «Арбикон» сформировало отдельный проект, направленный на решение этой задачи. До более знакомые многие определения наших российских классиков, и уже нами авторами курсивом и подчеркнуто выделено, что еще в те далекие конец 90-х годов говорилось о необходимости доступа к внешним электронным информационным ресурсам. Цифровые идентификаторы объекта, понятие «более новое» означает, что это следующее, это первое вычисление. Это постоянное имя и гиперссылка, которая обычно назначается через ОРЛ. Таким образом, появляется возможность именовать ресурс, обращаться к нему по имени, не зная и не заботясь о месте его размещения. Об этом должен заботиться правообладатель ресурса, своевременно корректируя, настраивая эту связь. Естественно, имеются связанные с ресурсом метаданные, и они позволяют отыскивать ресурс в различных хранилищах, в различных индексах, в том числе глобальных. Перечислить идентификатор «ДОЭМ», ресурс сразу же становится виден как минимум в хранилище «ДОЭМ» всех, которые присвоены в глобальном сообществе. На российском пространстве представлены два регистрирующих органства, позволяющие присваивать ДОЭМ. Это DataSite и CrossRef. Первый из них ориентирован на библиотеке, на образовательной научной организации, где порождаются много различных данных. Не только текстовые, не только журнальные статьи, но и авторефераты, и книги, и церковные научные данные, и программное обеспечение. Все то, что может быть интересно в научном исследовании, в образовательном процессе, все то, что может быть использовано и процитировано. CrossRef создавалась издательством, издательствами научных журналов в первую очередь, и ориентирована в первую очередь на решение тех задач, которые требовались. Это правомерность использования контента и учет использования. Движемся дальше. Что обеспечивать ДОЭМ, зачем нужно присваивать? Здесь представлены вот те достаточно уже известные аргументы в пользу получения таких идентификаторов. Обращу внимание только, что вот все эти функции, все эти возможности могут стать новой библиотечной услугой, и библиотека таким образом получает новый журн в глобальном информационном пространстве, помогая ученым, помогая преподавателям, сделать их труды доступными, востребуемыми, цитируемыми, а поскольку идентифицируются они через дуру, все эти индексы будут рассчитаны в рейтинге, будут повышаться, то есть это все будет выполняться не напрасно. Электронная библиотека или электронная библиотечная система не вдаваясь в особенности, безусловно, все те системы, которые мы сегодня затрагиваем, сами по себе заслуживают, ну, как минимум, один из вебинара, а то и нескольких. Но в версии определения, представленном в отраслевом докладе, выделены нами авторами только две позиции, что акцент на образовательный процесс и требования федеральных государственных образовательных стандартов, которые предъявляют требования. Но и помним, что при лицензировании проверяется подключение к БС в соответствии с потребностями учебного образовательного процесса. Следующий термин – федерус. Мы все-таки ставим ударение на последнем слоге, ну, хотя, возможно, варианта. Этот проект появился позднее в предыдущих, это понятие пришло позднее, а понятие федерус – это название российской федерации идентификации. Такие федерации существуют в разных странах. В каждой стране существует только одна федерация, и они создаются для того, чтобы единая учетная запись, вы видите первый тензис на слайде, использовалась для доступа к различным предложениям, в различных доменах, в разных локальных сетях, в различных организаторах, в распределенных неоднородных сетях без необходимости факторного прохождения цедуры аутентификации. То есть не только библиотечная сфера, использование дорогостоящего научного оборудования и самые разные приложения, в частности, вот сейчас широко обсуждается проект современного цифрового образовательного пространства, где, естественно, эти вопросы тоже будут затрагиваться. Обращу внимание на следующее. Технологии использования открытых стандартов. То есть не чье-то частное решение, когда нужно несколько строчек добавить в код, а поддержка открытых стандартов, которые обычно реализуются отдельными модулями, кроссплатформенность и так далее, и многократное использование того, что сожжено. В рамках отдельных консорциумов, в рамках порталов своих университетов. То есть как все другое, что сейчас создается, а вот эти высокие технологии, они действительно высокие во всех отношениях, там порог хождения бывает достаточно такой существенной, и стоимость. Один раз в состав нужно использовать то, что создано многократно и многоаспектно. И вот та самая федерация, которая создавала для доступа к удаленным ресурсам учебной среды, вы видите аббревиатуру, но может быть использована и шире. Что общего? Вот когда мы задумывали данный вебинар, действительно первый раз решили рассмотреть все эти вопросы вместе. Мы их неоднократно и много в течение последних лет рассматривали, рассказывали о них на разных мероприятиях, но, как правило, ставили акцент на каком-то одном из них. А вот сейчас, пожалуй, впервые мы ставим акцент, как работать со всем этим вместе, сообща, и когда, в каких случаях все это требуется. Вот когда это требуется, подчеркнуто в начальных строчках этого слайда. Когда мы присутствуем в глобальном цифровом пространстве и хотим повысить эффективность своего присутствия там, когда наша автоматизированная библиотечная система дает доступ через интернет, когда ЭБС доступна не только с компьютеров, размещенных в читальном зале библиотеки, а с любой точки мира. Когда ВИО, что это глобальная система, мы уже говорили, ну и федерация введена в систему идентификации, само собой. Повышение эффективности работы для разных категорий участников глобального цифрового пространства может оцениваться с разных позиций. Для пользователей, безусловно, это максимально удобный, часто говорят простой, поиск и использование ресурсов. Нашел ресурс, поручил к нему доступ, нам не важно, где он находится и кому он принадлежит. Раз это представлено через портал библиотеки, это должно быть инвентивно. Для авторов, размещающих в репозиториях свои произведения, для создателей баз данных, для агрегаторов, собирающих эти ресурсы, чтобы их ресурсы, их базы были заметны, доступны, чтобы произведения продвигались, рейтинги росли, цитирования умножились и показатели это все отражали. Для администраторов, естественно, все эти системы требуют ухода, администрирования человеческого, высоко квалифицированного ресурса зачастую. Чтобы не требовалось в каждой системе создавать еще раз, в десятитысячной, учетные записи на одного и того же пользователя, заставлять пользователя это делать опять, внося, где он работает, а потом синхронизировать эти данные в структуре университета достаточно подвижно, если хотя бы об этом говорить. При управлении ресурсами, чтобы права на их использование точно так же однократно указывались, а затем многократно использовали. И так далее. Этот список нужно продолжать. С точки зрения библиотек, очень коротко об этом много говорилось. И вы видите в интернете, со ссылками найдены два рисунка, очень красочно отражающие этот факт. Все библиотеки подходят от владения к доступу, вольно или невольно, все владеть невозможно. Мы не можем все делать самостоятельно, это неэффективно, это невыгодно или невозможно. Мы переходим к интеграции. Мы, сегодня это уже звучало, не все вопросы, даже при всем нашем желании и умении, навыках и высоком финансировании мы можем решить локально. Некоторые вопросы принципиально решаются только на глобальном уровне. Например, вот та самая Федерация Федерации. Она одна в стране. Это неравные требования. Но создавая такое глобальное пространство, не нужно забывать и о пользователе, чтобы он смог создать себе уютный личный кабинет, владея всем многогранностью, всеми возможностями глобального пространства, об этом Константин Николаевич хорошо говорила о будущем и поступителем услуге. Таким образом, имея разный АБИС, имея свои ЭБС или имея в подписке многие другие ЭБС, располагая возможности присваивать идентификаторы объектам своим или пользуясь тем, что они присвоены внешним ресурсам, будучи членом Федерации, мы можем достичь за счет интеграции всех этих возможностей, интеграции, по сути, использования, за счет различных интеграционных решений, обеспечиваемых современными информационными технологиями, повысить можем эффективность своей работы, взаимодействия в этом глобальном пространстве. Каким образом? Посмотрим дальше чуть-чуть в общем и в большей части, например. Говоря об эволюции библиотеки, видим на этом слайде, что все движется именно в том направлении. От традиционной библиотеки в итоге к электронной библиотеке с небольшим бумажным фондом, ресурсы которой доступны в любой точке пространства, с любого компьютера, подключенного в интернет, под авторизационной записью, выданной или в библиотеке, или в университете, или еще каким-то авторизационным источником. Цифровая образовательная среда, без которой не сможет скоро существовать, во всяком случае, образовательное сообщество, все это стимулируется распоряжениями, приказами вышестоящих организаций. Таким образом, в глобальном информационном пространстве участники, сказать, более достаточно неодинаковые ресурсы и пользователи, но тем не менее, вот те объекторы, которые здесь должны существовать и эффективно взаимодействовать, ресурсы, представленные ИБС, базами данных, размещенными в них ресурсами, фондами библиотеки, традиционными в том числе, пользователи, сотрудники, обучающиеся, администраторы, уже вкрадко о них вспоминали. Требования о них тоже, можно говорить, бесконечные, о них уже упоминалось, поэтому очень коротко. К поиску и доступа мировое сообщество уже сфремя права сформулировало эти требования, мы их обсуждаем в первом году. Единое окно и технологии дискарбинг. предполагающие, что ресурсы будут выстроены в поле релевантности, что по фасетам мы можем уточнять, что будет технология гарантирована не нулевых результатов поиска, возможность идентификации ресурсы и гарантированный доступ к нему, где бы он находился в глобальном пространстве, без дополнительной авторизации. Конечно, контроль, прав и учет использования. Это связано и с оплатой, и с рейдингами, и индексами, что очень важно для вузов, и с цитированием, что очень важно для авторов и так далее. Ну и от общих фраз, от общих слов, теперь переходим к конкретному примеру. Мы не говорим, что должно быть именно так, мы говорим, что это один из возможных вариантов, и в течение последних лет мы планомерно и целенаправленно выстраивали эти отношения в рамках электронного образовательного пространства на нашем университете. Если говорить, ну, небольшое такое представление для тех, кто ни разу не бывал в нашем университете, не посещал нашу библиотеку, это очень крупный фунт, традиционный, около 4 миллионов домов. В течение последних лет произошло объединение нескольких вузов, то есть наш вуз остался сейчас по приему в самом крупном, в Санкт-Петербурге, 40, да, тысячи, 43 тысячи абитуриентов каждый год приходит в наш университет. У нас достаточно большая подписка на базу данных, во многом благодаря программе 5.100 мы видели среди участников много таких вузов, но эта традиция уже сложилась и ресурсы востребованы. Наша библиотека, наш университет активно участвует в корпоративных библиотечных проектах, это и партнерство Англикон, международное сотрудничество с зарубежными вузами, и это выражается в создании партнерских ресурсов, видите, знакомый многим логотип проекта «Марс». Политехнический университет, начиная с 2000 года, формирует, создает свою собственную электронную библиотеку, которая называется «Электронная библиотека Политехнического университета». Вот нам пришлось, мы работали в этом направлении, создать концепцию, обеспечить их технологически, организационно, нормативно, как все это богатство ресурсов представить через одно окно поиска со всеми требованиями, о которых мы говорили. Естественно, такие возможности должны быть поддержаны и современной аммиактивированной библиотечной системой. Данная схема, представленная на слайдах, придумана не нами, это как бы стандарт, предъявляемый современным международным сообществом, ежегодно формируются обзоры по интегрированным библиотечным системам, то есть современный взгляд на АБИС следующий. АБИС не может быть монолитной, она не может успевать за всеми требованиями реального мира, образовательной среды, информационного обеспечения потребностей пользователей, поэтому она должна содержать ядро, выделенное голубим на слайде, позволяющим быстро и эффективно интегрироваться с различными другими участниками, находящимися в глобальном цифровом пространстве. То, что все выборское и представлено через веб-сервисы, это уже не обсуждается на уровне современных технологий. Мы здесь видим и поставщиков РФА-диоборогований, и внешних поставщиков БАСАНов, и ЭБС, о которых мы сегодня говорим, и так далее. Отдельным компонентом идет модуль дискатор, который может быть внешним, может быть собственным, здесь разные варианты, но наша точка зрения мы сейчас на этот факт отразим. Именно это новое, не характерное раньше для АБИС. Подсистема дает релеварность, единое окно, доступ ко всему, чем владеем и к чему доступаемся. Идем дальше. Мы предложили многоуровневую концепцию этого самого единого окна, поскольку ресурсов действительно много, и если мы все их будем показывать через одно окно доступа, то наши ресурсы, вот у нас каталог более 700 тысяч, но все-таки на уровне лавальных индексов, это песчинка в пустыне, капля в море, и много еще аналогий можно придумать, мы просто затеряемся. И все возможности не будут продемонстрированы, поэтому первый уровень – это наши собственные ресурсы, которые созданы здесь и в течение многих лет средствами автоматизированной библиотечной системы. Мы их предоставляем во всем богатстве, мы нам в образе системе, с поисками по тем рубрикаторам, которые поддерживаются в нашем университете, со службами заказа, бронирования и так далее. Мы здесь хозяева, мы владельцы ресурсов. Это наше первое, наше ближнее, самое близкое, единое к нам. Следующий уровень – ресурсы партнерских организаций. Мы не можем, чтобы все шагали так же, как мы, но мы вместе с партнерами, с коллегами можем вырабатывать общее решение. И здесь вы увидите в дальнейшем демонстрации вот те ресурсы, которые мы в том числе создаем. И те ресурсы, на которые мы подписываемся, мы можем подписаться или не подписаться. И говорить, да, представьте, ведь эти ресурсы у вас требуют во многих организациях. Каждый скажет, хотим так, хотим этот. Поставщик удовлетворяет в среднем требования всех. Поэтому здесь мы подстраиваемся больше подставщика. Сразу же здесь указано, что если мы хотим свой ресурс доступаться к нему через ледяное окно, мы должны предоставлять сервис провайдера идентификации, хотим выставлять свои ресурсы вовне, обладать функциональностью провайдера сервиса. И такое же мы ожидаем на всех уровнях от наших партнеров. При организации доступа ледяного окна поиска мы при некотором разнообразии старались внешнее ледянообразие поддержать и по возможности однократной авторизации на всех уровнях. Таким образом, начальная строка, то, что встречает на портале. Вот скриншот, снятый буквально там, совсем перед началом презентации. Значительную часть экрана вынимает одно окно поиска, где говорится, что здесь вы найдете то, что есть в библиотеке. А здесь, тоже на центральной странице, строка. Где те самые уровни, о которых мы говорили. Электронный каталог. Весь фонд библиотеки, включая и электронную библиотеку. Но все-таки электронная библиотека выделена отдельно. Есть своя специфика. Вот наш собственный discovery, партнерские ресурсы, внешний discovery. А те, что не проиндексировать, и чтобы все-таки не решать пользователя всего богатства, платформу правооплодателя, создателя баз данных, индекс баз данных. Так мы распределили. Итак, на главной странице, вот ввели, я перед началом презентации, ввела так наугад. Мониторинг экологии Петербурга. Совершенно не связано, так как мы ищем в Москве. Не знаю, где это встречается. Слово на уделении сразу же нашла. Два ресурса, где встречается это все. Но если бы я заглянула в ключевые слова, раскрыв эти фасеты, оставить доступен ссылочка. Была сейчас и будет в конце презентации. Вы все можете это сделать. Я бы уточнила, расширив, судя в поиск. Мы идем в этом интерфейсе от формирования сложных запросов к визуализации, где единая строка запросит. Раскрывается через различные фасеты. А если термин, как на слайде, вот Маяковский, это может быть и предметной рубрикой, и два глави, и автором, мы можем уточнить точно так же визуально, движками, а что конкретно мы имели в виду. И количество найденных ресурсов не изменится, вы это можете проверить. Но они перестроятся, поменяется алгоритм расчета визуализации. Электронная библиотека Политехнического университета. Вы видите интерфейс, достаточно похожий. Здесь тоже было введено Маяковский. У нас 15 источников для наполнения электронной библиотеки, оцикровка и коллекция ВКРов и так далее. Для всех ресурсов, начиная с 2016 года, мы присваиваем идентификатор ДУЭВ. Таким образом, продвигая наши ресурсы, давая возможность их цитировать и использовать дальше. Поскольку презентация для библиотекарей, мы, естественно, не могли выдержаться, чтобы не показать, в каких полях этот идентификатор размещается. И также показываем интерфейс, в котором присваивается этот самый идентификатор. То есть, вот система, которая сейчас выпускается в нашем университете, Абисуслан, версия НЕО, будут автоматические генераторы для различных типов ресурсов, для того, чтобы присваиваться этот самый идентификатор. Ну, а если мы ничего не введем в поисковую строку электронной библиотеки, мы через фасеты увидим, что есть в электронной библиотеке. И здесь я вынесла только некоторые из фасетов, чтобы показать, что это не то же самое, что электронный каталог. Научный руководитель, он значен для квалификационных работ, для диссертации. И это, безусловно, интересно. Мы говорим, что электронная библиотека, у нас сформирована по коллекционному принципу. И ЭБС, о котором мы говорим сегодня, тоже представлены в виде отдельных коллекций. Причем появилось это тоже таким путем экспериментарным. Сначала мы внесли одну ЭБС для эксперимента, где была бесширная авторизация. И увидели, мы увидим дальше на статистике, что те, которые представлены в электронной библиотеке, гораздо чаще запрашиваются преподавания, при формировании рабочих программ, дисциплин, гораздо чаще появляются слушателями. И эту практику мы сейчас распространяем на все ЭБС, на которые мы подписаны. Мы видим тоже интересный факт, сколько ресурсов, насколько много имеется в открытом доступе. Так что... Ну и дальше показываем, что есть некоторые показатели, значимые только для выпускных работ. Демонстрируем, как связаны ЭБС, ДОЭ и ФИДУЛС. В правом верхнем углу вход в систему. Входим в систему. Видим, что есть возможность идентифицироваться, как на основе базы пользователей электронной библиотеки, так и на основе внешних источников идентификации. Где они? У нас сейчас это АБИС, Руслан мы используем. Почему бы не использовать здесь, как базу данных сотрудников и студентов? Этот вопрос сейчас обсуждается в нашем языке. Мы вводим свои идентификационные данные, говорят, что мы из Политехнического университета, вводя флагин, пароль, и мы таким образом видим, что мы зарегистрировались как пользователи с таким-то номером в рамках Политехнического университета. После чего мы переходим, например, просматривая по сет коллекции, выбираем сначала одну из АБС, видим, какие есть ресурсы, выбираем один из них, видим, что есть возможность открыть ресурс и делаем это просто говоря, что да, мы из этого университета, потому что мы переходим, как вы видите, уже на другой сайт. И ресурс открывается, нам не требуется еще раз в один-два год. Совсем недавно мы такое же взаимодействие наладили в СБС университетская книга. выбираем, выбираем ресурс, переходим на сайт, авторизуемся, но здесь, может, в интерфейсной части еще совместно нам поработать сделаем более удобным и переходим к ресурсу без всяких дополнительных действий со странами пользователя. Наталья Викторовна, правильно ли я понимаю, что если бы университетская книга не входила в Федорус как партнер, для нас это было бы сделать невозможно? Да, естественно, я на этом планировала остановиться в конце и обращу уж тогда внимание еще на один момент. В хозяйку Федорус мы получаем возможность так взаимодействовать, сразу со всеми поставщиками информационных ресурсов присутствующими в Федерации. Это не только университетская книга, это и Эпска, это и Шпрингер, это и Эльзивир. Ну, может, кого-то забыло, все на сайте доступно. То есть мы обеспечивали вот свои требования для вхождения и мы сразу же установили контакт со всеми поставщиками имеющимися в Федерации. Вот это особенность. Не каждый из каждого, а сразу со всеми потому имеются. Перед вами статистика. мы собираем и по каждому отдельному ресурсу, и по всей электронной библиотеке в целом. Ну, вот цифры говорят здесь сами на себя и подключение, вхождение сюда ЭБС безусловно положительно на статистику. Наш собственный дискавери, где вы видите, мы включили базы Марс, Эпус, Винити и здесь же могут присутствовать каталоги партнерских библиотек. У нас сейчас здесь ресурсы открытого доступа из Национальной научно-технической библиотеки Германии. Такой же принцип окно-окно, релевантность, все мы видим как единое ЦЗ. Ну, естественно, не один ВУЗ, думаю, не в силах создать такой же мощный индекс, как крупнейшие мировые поставщики. Наш университет подписывается на Эпско и пользуется Дискавери Эпско. Эпско, надо сказать, тоже всходит в Федерацию Федерус, поэтому, входя и работая с этим индексом, с этими ресурсами, наш пользователь извлекает в весь выгоду, что ему не требуется повторно авторизовываться. Идем дальше. Последний уровень баз данных. Не все базы можно индексировать, не везде есть марковские записи. И примерно по такому же принципу мы информируем о том, что есть по профилю нашего университета использование созданной здесь, библиография в нашей библиотеке, специализированной экране видеть тот интерфейс, где библиографы в свободных ресурсах или отдел комплектования для подписных баз вводят информацию, которой потом пользуются наши читатели. Итак, подводя итог, вот те четыре термина, которые были вынесены в главу угла. Со всем этим имеет смысл работать совместно, выходя в глобальное цифровое пространство. Это позволяет каждой отдельной библиотеке, каждому отдельному поставщику, каждому отдельному мюзлу получить ответ на вопросы, получить решения, которые невозможно достичь в одиночестве и заверенно самостоятельно. Естественно, мы говорим, что обвес в стране много, но для того, чтобы интеграция состоялась, подобное то, о котором мы говорили, необходимо наличие определенных свойств и функций. На примере АБИС, который мы пользуемся, который мы разрабатываем, АБИС Руслан, это не несколько строго добавленных в код, это отдельные модули, обеспечивающие сервис идентификации и сервис провайдера ресурса. Мы говорим, что электронных библиотечных систем тоже много, ресурсы различные, но помимо качества контента, говоря об интеграции, нам необходимо, чтобы эти системы удовлетворяли некоторым требованиям. мы показывали, что была бесшумная авторизация, это входили в ФИД Рус, поддержка определенных функций, для того, чтобы это давать. Мы говорим о том, что ДИУАй в той части, где мы работаем с библиотеками, с обрадовательными научными учреждениями, где не только журнальные статьи, это ассоциация международная дейта-сайт и национальный центр идентификации научных данных, созданный в нашем университете. Он представлен на сайте библиотеки. Проект Федорус, федерация идентификации, еще раз повторю, такая создается одна на страну и она оформлена, сформирована как проект партнерства Ромикон. Мы с вами не прощаемся, мы говорим до новых встреч. У нас час. Сейчас, можно я договорю и дам слово. Здесь перед вами контакты всех тех, кто представлял политехнический университет. Здесь дана ссылка на сайт, где вы можете сами посмотреть, не спеша удобный для вас режим, и то, что было показано, и приглашение на конференцию с датами. Этот сайт доступен и на посылки через сайт библиотеки и на сайте Арбикон. Но, пожалуй, если сейчас мы передаем слово организации, организаторам вебинара, пусть они скажут. по горячим следам послушал доклад. Честно говоря, я уже готовился, но когда увидел то, что Наталья Викторовна написала за ночь, я решил свою обучу послушать. Я просто хочу подчеркнуть несколько позиций, может быть, срокового ракурса этого выступления. Во-первых, что дает использование или участие членства Федорос, а также работы с ДУИ для владельцев ЭБС. Мне кажется, что это дает явное конкурентное преимущество перед людьми ЭБС, которые это не предоставляют пока, по крайней мере. Что дает владение этими технологиями для нас, библиотек-потребителей, университетов и прочих библиотек? Это практически единственный путь современное формирование единого библиотечного, сложного библиотечного пространства каждой организации. Без участия в таких международных федерациях, федерациях на уровне страны, решить интеграционные вопросы практически нереально, либо крайне дорого. Это будет частное решение, которое будет постоянно требовать вложения денег. Какой еще нюанс я бы хотел подчеркнуть, вернее, следствие, работая с ресурсами через федерацию доступа. Федерация предоставляет очень серьезную статистику для своих партнеров по работе их читателей со всеми ресурсами, на которые организация подписана. То есть практически это центр, который может предоставить совокупную, очень детализованную статистику по использованию ресурсов, которым произошла федеративная авторизация. Это очень хорошее такое свойство, которое избавляет нас от необходимости постоянно запрашивать у контент-провайдеров и своих, и чужих эту статистику, она представляется в разном виде и не столь детализованной и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот это принципиальное еще преимущество. И еще Наталья Витальевна сказала, может быть я хотел бы подчеркнуть, что конечно для нас библиотека основная задача, чтобы наш читатель был доволен. И безусловно для читателя важнее тот ресурс, которому имеет доступ гарантирован на конкретные библиотеки, доступ к контенту собственной генерации, корпоративному ресурсу, тех корпораций, в которых библиотека участвует. И здесь конечно не обойтись без формирования локальных дискавери систем, локальных дискавери индексов. Ну просто сейчас это слово многие выучили и все с удовольствием его произносят. И смысл, идея, которая произносится, является то, что сейчас мы проиндексируем все, можно в стране и будет вам полное счастье. Но вот опыт западных стран, которые ведут гигантский индекс, под миллиарды документов, показывает, что собрать индексы это самое простое, что есть. Самое сложное это обслуживание этого индекса, поддержание актуализации и масса вопросов, которые требуют гигантских денег. Именно поэтому, например, один из глобальных мировых индексов Эпска это система стоит так не дешево. Но для нас читателей все-таки более полезны локальные индексы, которые строятся их организациями. И здесь ключевая роль построения этого индекса отводится к конкретной библиотеке, к конкретному ВУЗу. Никто со стороны этот индекс не создаст. Не создаст. Могут помочь, но без библиотеки конкретной, которая находится на перекрестии потоков данных этого контента конкретной организации это сделать невозможно. И я рад то, что Наталья Викторовна показала реальный пример организации, которая смогла комплексным образом решить эту задачу с небольшими затратами. и безусловно повезло, что здесь в одном ВУЗе есть сильное АТИ подразделение, которое может развивать АБИС, но который достаточно популярный в стране, и уже средства автоматизации локальной на уровне АБИС интегрировать многие возможности по работе с глобальными сервисами, включая автоматическое или ручное назначение DUI при каталогизации документов в собственной библиотеке. Это происходит очень легко, красиво. Например, у нас каждый ВКР получает ДОИ, студенты бесконечно счастливо получив этот индекс как признак серьезной научной работы, и мы с удивлением обнаружили, что мы ВКР воспринимали как некоторый такой мусорный ресурс, и даже его выделили в отдельную коллекцию, чтобы он нам не шумел при поиске по общему ресурсу. Но мы оказались неправы. Сейчас мы можем широко это отметить. То есть правильно опубликованные ВКР сделаны видимыми через ДОИ идентификацию к всему миру, очень значительно увеличили интерес к этим работам, и мы видим, что студенческие работы очень-очень востребованы. И Наталья Ветровна мне подсказала, я это говорил на совещании ректоров, и хочу сейчас повторить, что на самом деле библиотеки решают комплексные задачи. Они не только формируют библиотечное пространство, они еще продвигают собственные ресурсы вовне, они занимаются наукометрией, библиометрией, они занимаются вебометриками, это новое слово, которое сейчас произносится в университетах. Мы участвуем в глобальных индексах вебометрических, мы участвуем в индексах репозиториев институциональных, и в своем выступлении я приведу пример, когда работа что-то с этой подсистемой со стороны библиотеки позволила продвинуть УЗ с 900-й позиции в мире на 155-ю позицию в мире и первую позицию в стране по одному из индексов, которые относятся к библиотечным репозиториям. Таким образом правильная построенная библиотечная система позволяет изменять, влиять на позиционирование, на глобальное позиционирование ВУЗов, что сейчас крайне важно, потому что финансирование ВУЗов зависит от их положения в мировых и локальных индексах. Ну и передавая слово нашим коллегам и добрым партнерам, завершая, наверное, наше выступление. Ничего сказать, спасибо, что нас пригласили. Ну я это и хотел сказать, мы думаем одинаково. Я хотел поблагодарить инициативу наших коллег из Ерисетской книги онлайн за организацию этой трансляции и за это время, которое мы смогли с вами пообщаться. Мне кажется, что мы осветили достаточно яркий пример синергетики при взаимодействии с продавцами, покупателями и высокотехнологическими последниками, без которых уже не может существовать мир. Мы надеемся, что эта работа продолжится. мы приглашаем к сотрудничеству и в рамках проектов ARBICON, и, конечно, в рамках FEDOROS и прочих проектов, которые развиваются. Мы приглашаем к сотрудничеству в области распространения DOI. Наталья Викторовна не сказала, я могу произнести, что в Политехническом университете создан национальный центр идентификации научных данных. мы являемся правомощными представителями дата-центра здесь в стране, поэтому и издательства, и владельцы цифровых библиотек везде есть контент в электронном виде. Пожалуйста, обращайтесь, мы поможем вам наладить процесс идентификации в ваших организациях. Устан Тимурович ничего не сказал, но он веско делал. Мне кажется, это тоже было очень значимо. Ну и сейчас мы передаем Константину Костюкову как это делается. Александр Иванович, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Ну пока не слышите. коллеги, ну я не знаю вернется ли в эфир Александр Иванович, я хотел бы поблагодарить всех участников сегодняшнего вебинара за такой насыщенный очень вебинар. По моему опыту, вот когда такой насыщенный вебинар, обычно даже и не очень много вопросов бывает, потому что люди переваривают ту огромную информацию, которая на них свалилась. что ж, я думаю, что тема эта, судя по количеству участников, всех серьезно заинтересовала, и мы будем думать о том, как эту тему дальше освещать на наших вебинарах, может быть, даже в этом году, ну и уж точно в следующем году, в котором мы будем продолжать наши вебинары. Хочу также поблагодарить Константина Николаевича Костюка за вводное слово и всех пришедших на наш вебинар за то, что пришли, выслушали нас и проявили интерес к нашей теме. Спасибо за внимание, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok